Если вы хотите узнать то, как проекты в GTA-сампе обманывают GTA-самп-ютуберов, то смотрите данный видеоролик до самого конца. Новое видео выходит каждый день в 20.00. Ролик сделан при поддержке Arizona RP. Вся дополнительная информация в описании. Перед тем, как я вам всё это расскажу, я бы хотел вам сказать только одно. Arizona, роли PlayFenix, IP, а также мой никнейм Данте Коннор, по которому вы сможете получить себе 300.000 вертов при достижении 5-го игрового уровня. Вся эта и другая дополнительная информация находится в описании данного видеоролика. Заходите туда и ознакомливайтесь со всей этой информацией. Именно там же есть ссылочка на мой телекрам-канал. Поэтому заходите туда, там выходят всякие вот эти вот, знаете ли, то ли инсайды, то ли ещё какие-то вещи. Подписывайтесь, там уже больше 100 человек, поэтому один вы там точно не будете. Вот. На этом вся рекламная пауза закончена, и мы можем перейти непосредственно к самой новости. Дело в том, что не так давно такой GTA-самп-ютубер, такая, знаете ли, GTA-самповская Либерах, Brothers and Company, Big Brothers и вот все прочие его имена, он не так давно ушёл с Радмир Ролиплей, на котором снимал достаточно продолжительное количество времени. То есть Радмир Ролиплей, там у него всё было нормально, он такой, типа, ну всё, я тут отснимал всё, что мог, и я перехожу на какой-то другой проект, и вот думаю, на какой бы проект перейти, там его, опять же, как это обычно и водится, звали абсолютно все GTA-самповские серверы, потому что подписчиков-то у него дохуя, и поэтому его, как бы, зовут абсолютно точно все. Но из всего этого многообразия проектов он выбрал Stage Roly Play. Stage Roly Play, проект, который уже, там, знаете ли, закрывался, находился в предсмертном состоянии, во всём прочем, он приглашает вот этого вот самого Brothers and Company, либо Brothers and Company сам идёт на Stage Roly Play, хотя, скорее всего, его просто приглашают, он туда приходит и, вроде как, начинает снимать, там, какие-то РПшки. Вообще, я что хочу сказать по поводу всего этого. Когда ты снимаешь на каком-то одном проекте, и у тебя, там, вроде как, всё нормально, то я никогда не понимал, какой смысл выёбываться, вот просто зачем, для чего, нахуя, просто, там, я не знаю, Brothers and Company, там, ещё какие-то чуваки, возможно, вы напишите в комментариях, там, больше четырёх слов, когда это всё аргументируете, почему они, блядь, переходят, потому что я лично не понимаю, но вот всё у тебя хорошо, деньги платят исправно, там, я не знаю, с пиар-менеджером уже нашёл общий язык, есть какие-то вот эти вот, знаете ли, самп-ютуберские друзья, всё у тебя вроде как хорошо, и вот Радмиру Липлей, в принципе, неплохой такой развивающийся стартап, а не самый последний сервер, как бы, в GTA Сампе, то есть это не какой-нибудь, там, я не знаю, Гамбит Ролиплей, да, на который зашкварно идти всем, кроме каких-нибудь, там, я не знаю, FullRP-шников, то есть это не Гамбит Ролиплей, это вполне такой нормальный, хороший сервер с большим количеством функционала. Однако, Brothers and Company решил развоёбываться, как это обычно бывает у всех GTA Сампьютеров, и говорит, ну вот, типа, я отснимал всё, что мог, зачем мне ещё что-то делать, ну, вот, в самом деле, для чего? Вот просто зачем мне что-то ещё делать, когда я уже отснимал абсолютно всё, и мне непонятно вообще, в чём проблема снимать разговорные ролики? У Brothers and Company это вообще что такое? Это вот постоянно какие-то разговорные ролики, там, он, знаете ли, постоянно следит за жизнью Колкора, там, за всеми прочими вот этими вещами, сборки, там, какие-то делает, то есть для этого вполне спокойно подойдёт любой проект в GTA Сампе, а Родмиру и Липлей уж тем более, с тем, как он сильно развивается, с тем, какое там руководство, с тем, какие там вот эти вот, знаете ли, все скриптеры, мапперы и все прочие чуваки, типа, Родмиру и Липлей, это же вполне такой, знаете ли, неплохой проект, на котором было бы прикольно снимать абсолютно всем GTA Самп-Ютуберам, типа, не скучно, ещё и обновления какие-то выходят, но нет, Brothers and Company решил раз выёбываться и говорит, всё, я устал, я мухожук, я ухожу, всё, как бы, да подавайте мне какой-то другой проект. По итогу ушёл на стейдж ролиплей, на стейдж ролиплей не проснимал вроде даже года, да что там, вроде даже полгода он там не проснимал, и говорит, всё, как бы, всё нормально, деньги у них есть, а всё есть, платят исправно, всё остальное делают, но, типа, какие-то проблемы у них там с модом, поэтому я, как бы, ухожу на другой проект. Ну, это забавно, поэтому я всегда говорил Самп-Ютуберам, там, в своих роликах, в каких-то прочих роликах, на стримах, там, ещё где-то я говорил, что какой смысл вообще уходить с проекта, если там всё заебись, исправно платят деньги, исправно выходят обновления, всё работает там исправно, зачем уходить на какой-то другой проект? Я вот, я вот этой вот логики никогда не понимал, типа, всё же хорошо у тебя, зачем, чё ты выёбываешься? В чём проблема? Я понимаю, что конкуренция большая, типа, кто-то платит больше, кто-то платит меньше, у кого-то там система получше, кто-то более стабильный. Абсолютно не важно, на каком проекте ты снимаешь, а самое главное, что Калькор новую версию Сампа не выпустит, к сожалению. Да, когда пустим Arizona Roleplay, ни для кого же не секрет, что на Arizona Roleplay идут просто потому, что это стабильный проект. Топ-1 проект в Сампе, топ-1 стабильный проект, типа, выплаты производятся всё успешно, приятный пиар-менеджер, типа, директор даже, наверное, директор будет правильнее сказать. Типа, всё же хорошо. В чём тогда проблема? Я не понимаю. И ушёл, типа, не на какую-то, там, знаете, не поднялся на уровень выше, типа, был на Red Mirror RP, а ушёл на какой-нибудь, там, я не знаю, Diamond или на Arizona, он опустился на уровень пониже. Типа, Stage Roleplay, разумеется, да. Нужно помочь проекту, который, типа, вроде как, многие люди, там, на нём играли, даже я на нём снимал когда-то. Ну, было такое, как бы, у кого не было грехов-то, да, хотя Stage Roleplay вполне неплохой проект, и там даже был вполне неплохой пиар-менеджер. Поэтому, как бы, я могу порекомендовать Stage Roleplay каким-нибудь начинающим ютуберам, типа, у которых ещё нету каких-то, знаете ли, ну, как сказать, каких-то вот больших контрактов от больших проектов. Типа, когда вот этого вот всего нету, то вполне можно поиграть, типа, поснимать на Stage Roleplay, тем более, если ты какой-нибудь, там, я не знаю, Medium RP-шник, или вообще, там, Hard RP-шник, можно навести какой-то порядок и так далее. Но Brothers and Company, серьёзно, зачем? Может, там был какой-то эксклюзивный контракт, может, ещё какие-то вещи, но просто зачем я вот это вот всё не понимаю? Сейчас за Brothers and Company, разумеется, будет большая такая, знаете ли, борьба у всех GTA-сампроектов, там, может быть, сам ПрП опять его к себе позовёт, потому что, в принципе, когда у GTA-самп-ютубера больше 100 тысяч подписчиков, то есть это уже такая, знаете, лакомая, да даже больше, когда 50 тысяч подписчиков вспомнить того же Исю, то есть уже за ним происходит целая охота. А тут, ну, вот я прям не знаю, и вот стоит ли, когда у тебя там почти, сколько у него там, 200 тысяч подписчиков размениваться на какие-то проекты? Я вот лично этого никогда не понимал. Однако, вы можете оставить своё мнение в комментариях, больше четырёх слов, а я это прочитаю, некоторые комментарии даже лайкну, на большинство комментариев отвечу. Rezoner или PlayFenix IP, а также мой ник в описании, всё находится в описании, также там ссылочка на мой телекрам-канал. А всем спасибо за просмотр, всем пока!